Появилось много поклонников, да? В том числе и сумасшедших, я знаю, вплоть до того, что на глазах вены резали, да? Девочки, я знаю, да, были какие-то, почему-то считали, что я, наверное, в основном девчонки ориентации своеобразной. А, да? Да, и у меня было очень много, кстати, писем писали, очень много, ну, конечно, от военных, от солдатиков, от... От дальнобойщиков? От дальнобойщиков, естественно, да. Но девчонок у меня было очень много, и одна была девочка из Тулы, с ней боролись там чуть ли не через милицию, потому что она потом занималась, я потом помню, показывали ее по телевизору, там как-то с Софьей Михайловной потом еще такая же война у нее была, она умудрялась даже, телефона не было, чтобы звонить, она звонила в Киев маме, вычислила в Киеве, где я живу, всем соседям до одного. Сумасшедшая. Ну, сумасшедшая, да, она просто странный человек, требовала, чтобы с ней какое-то внимание, она безумно творила вещи, но когда она начала, ей дать денег не было звонить мне по межгороду, она просто снимала мужчин, подсыпала им как-то калофелин или как-то называется, не знаю. И с их могилой мобильника там выговаривала все деньги, потом какие-то школы она ходила у бабушки. Прикольно. Очень весело было. Девушка была вот такая, угрожала. Ну, как-то мы там уже, на нее было там заведено какие-то уголовные дела. И как-то она так, я уж не знаю, как она так раз и переметнулась как-то, как Софьей Михайловной. Мне было очень ее жалко, потому что я понимал, что это бороться невозможно. Можно только возглавить. Это невозможно просто. И такая была. И одна девочка вот была в подъезде, которая вот вскрывала себе вены. На глазах прямо, да? Да, конечно. Я открыла дверь, и она типа от любви такой, надо я буду целовать твоей бати. Ну, в общем, бред какой-то начал нести. Но когда она это сделала, ну, благо я в обморок не упала. Потому что никаких же, конечно, ни в милицию никакую, кроме того, что... Брызнула, да? Ну, конечно. Пока вызвали там все это, как могли, остановили. И я весь вечер просидела с ней, разговаривая. Она писала очень долго. Сейчас уже, наверное, просто выросла из этого бешеного, сумасшедшего возраста. Что это было у нее, она не знает. Но я убедила ее в том, что я, наверное, чуть позже пойму, что такое односторонняя, как это, однополая любовь. Но, говорю, так сложилось, что нравятся мне мужчины, нравятся мне мальчики. Ну, я ничего не могу понять. И поэтому все нужно... Что со мной происходит? Не понимаю. Не понимаю, да. И поэтому нужно, говорю, как-то держать себя в руках. Ну, в общем, долго-долго беседовала с ней и поняла, и поплакала вместе с ней. В общем, пережила ее, конечно, настроение, поняла. И так она осталась мне... Ну, она так с уважением потом писала. Не было таких истерик больше.